Матюшки святы! Да это же принцесса! Настоящая, с друзьями-зверюшками и всем полагающимся! Она идеальна. Интересно, что она делает так далеко от своего замка? Я должен схватить её прямо сейчас! Хмммммммммммммм... Ну и где этот ваш дракон? Вы же сказали мне, что здесь он меня точно заметит! Нет, мы такого не говорили. Ты сама это себе внушила. Мы всего лишь глупые лесные твари. Убивай! Чего? Мы не можем разговаривать. Ты слушаешь голоса в своей голове. И ты всё время этим занимаешься. Убивай! Но это не может быть правдой, ведь это бы означало, что я сошла с ума. Что? Да ну нет. Ты умная и красивая. Однозначно не сумасшедшая. Убивай! Ага! Вот ты где! Злой дракон, что преследовал меня, отчаянно желая заполучить себе. Должна сказать, что я сейчас абсолютно беззащитна. Чего? Думаешь, что ты можешь сопротивляться моему обаянию? Хорош заливать! У нас всё будет. Хочешь ты того или нет? Ты же знаешь, что хочешь этого. О, священное копьё дракона! Потому ли мой дух прикован к этим костям, что я не исполнил своего предназначения? Потому ли, что Верм жив, меня не зовут пировать в зал с моими предками? Нет, это потому что ты мудак. Ау. Проснись и пой, Вирм. Сегодня твой счастливый день. Чё? Ты кто такая? Я герцогиня Дорис. И я здесь, чтобы привести тебя к успеху. Ну, герцогиня Дорис, успех для дракона означает горы сокровищ, полученные с помощью огня, разрушения и убийств. Да. Я жажду всего этого для нас с тобой. Видишь ли, я ненавижу консерваторов. Но также ненавижу и либералов. Я терпеть не могу религиозных фанатиков. А ты и стыда ужаса скучная. Всякая раса так же плоха, как и другие. Но детишки это вообще кошмар. Так что если ты убьёшь их всех, это будет просто замечательно. Слушай, драконы любят принцесс. А ты всего лишь герцогиня. Всем наплевать на герцогинь. Но я нужна тебе. Никто не может ассоциировать себя с тобой. Я принесу человечность в этот комикс. Человечность? На прошлой картинке ты призывала к геноциду. К тому же они могут себя поставить на мое место. Я люблю тортики. Ой, да ладно. Насколько твои кошки безумные. Кто такой Дональд Трамп? Ты когда-нибудь смотрел Звездные войны? Прощай. Тебя все ненавидят! Как думаешь, люди могут поставить себя на мое место, сэр Труп? Понимает ли меня этот мир? Ну, конечно же нет. Ты ленивый и жалкий социопат. У тебя нет ни одного положительного качества. Эмм... Но моя ленивая натура обычно перебивает любые мои социопатические порывы. Это однозначно плюс. То есть ты... Что-то типа... Обленившегося Гитлера? Я предпочитаю думать о себе, как об озлобленном Иисусе. Говори, Ворон, какие новости ты можешь мне сообщить? Вчера две овцы занимались любовью на близлежайшем поле. И каким боком это относится к новостям? Я видел каждую деталь. По последней информации, местные крестьяне считают тебя лузером. Что? Почему? У тебя нет сокровищ, и ты из-за этого сидишь и хандришь целыми днями. Я не хандрю. Я отдыхаю. И мне не нужны сокровища. Я выше всего этого. Они просто хотят, чтобы ты гордился собой. Да я и так счастлив. Жители деревни Спади убеждены, что ты не живешь сообразно своему драконьему потенциалу. Оу, так ли это? Твое спокойствие заставляет их бояться. Они ожидают от дракона плохого обращения. Это до нельзя интересно. То есть, если бы я превратил их жизнь в сущий кошмар, они начали бы меня уважать? Людям нравится, когда их наказывают. Это освобождает их от необходимости наказывать себя самостоятельно. Добро пожаловать в Спади, самую многогранную и насыщенную достопримечательностями деревню, равную которой не сыскать нигде в мире. Здесь, в Спади, люди крайне прогрессивны и дальновидны. Так что с нетерпением ждем вас в гости, и не забудьте захватить с собой детишек. Если бы дракон напал на город, в моей жизни хоть что-то бы произошло. Если бы дракон напал на город, то, возможно, он убил бы моего мужа. Это было бы такое облегчение. Если бы я увидела, как ломаются жизни других людей, то, возможно, я смогла бы выйти из депрессии. Я люблю ММД. Я должен был сегодня что-то сделать. Но что именно? А, вот что. Удалить и очистить корзину. Скорее, сэр, дракономор, покуда спит глупец дракон, исполните тот договор, где златом мы купили кровь. Да и я! Возврату и обмену не подлежит. Нет среди вас тех, кто верма сильней. Назад отойдите, врага я убью, даже прежде чем сможет он пробудиться от дремы. Ты не пройдешь! Бегите, глупцы! Вперед, люди! Пока он не пробудился, идите в бой и прикончите омерзительную тварь. Мы должны освободить наши земли от его ненависти. Злодей отведает моего праведного клинка. Смерть демонам! Смерть Вирму! Твоим злым грезам пришел конец. Ох, это безнадежно. Его чешуя прыщна словно сталь. Неудивительно, что он живет один. Кто вообще смеет приближаться к нему? Я слышал, что он целыми днями говорит сам собой и придумывает себе воображаемых друзей. Печально. Болваны! Хватит лясы точить! Давайте уже покончим с этой омерзительной тварью. Ваше счастье, что он слишком глуп, чтобы проснуться. Стой, подожди! Не убивай меня! Я не хотел такой жизни! Меня заставили! Двадцать лет назад. О, а мне нравится! Позоришь! Ха-ха-ха! Теперь вы в моей власти, жалкие людишки! Я хочу сыграть с вами в игру! Но почему я должен играть за мага? Это приключение называется «Неольничьи ямы подземного города». Каждый из вас будет отыгрывать самого себя. Можно я буду геем? Можно я буду горячей телочкой? Можно я буду злым? Можно мне заказать пиццу? Да! Наше приключение начинается, когда вы четверо отдыхаете в таверне, будучи в легком подпитии после Эля. Что на мне надет? Я подмигиваю сэру Дракономору. Я бью его в глаз! Я хочу снять шлюху. Внезапно в таверну забегает истощенный маленький мальчик. Он выглядит напуганным. На мне шелковые чулочки. Мне больно от удара сэра Дракономора. Твойной урон! Я спрашиваю у бармена насчет проституток. Наконец-то мы на месте! Узрите, пред вами ужасные руины, крепость жалкого червя. Вне всяких сомнений ее переполняют смертельно опасные создания, ловушки и древние сокровища. Но все же у меня такое ощущение, будто что-то не так. Так, входной билет на весь день стоит шестьдесят баксов. Так вот, в таверну вбегает маленький мальчик и падает вам на стол. Я сделал это! Хрипит он. Наконец-то я смог сбежать! Я спрашиваю у него, откуда он сбежал. Из невольничных ям подземного города. Фигня. Это тупо. Я бы лучше сыграл в Клюидо. Но я хотел прикупить себе рыбынь. Я меняю своего героя на полковника Горчицу. А мне нравится Монополия. Да пошел ты, Вирм. Мы не будем играть в Dungeons & Dragons. Клюидо. Игра для настоящих героев. Так, ты у нас кто-то вроде драконьего осведомителя? Нет. Моя работа заключается в том, чтобы сидеть здесь и отпугивать проходимцев, решивших посекнуть на владение Вирма. Ну, меня ты напугать не смог. Погоди. Ты что, добавил меня в друзья? Я хочу, чтобы все поняли, как много я на самом деле делаю для них. Неужели они позабыли, насколько я гнусная скотина? Я клянусь, все мои силы уходят на то, чтобы защитить этот мир от себя любимого. В твоем профиле указано имя. Отто. Да. Знаешь, с латинского Отто переводится как тот, кто фотографирует детей из кустов. Чего? Нет, вовсе нет. Ты начал нести какую-то околесицу. Детишки зовут меня Дядя О. Зизок, волшебник, так ты все еще жив? Да, моя магия защитила меня от твоего яростного пламени. Как я понимаю, твоих соратников она не защитила? Не, они мертвы. Судя по голосу, ты несколько подавлен. Зато у меня теперь новые часы. Ты чудовище, ты убил моих друзей. Они не были твоими друзьями. Они просто использовали тебя ради твоих заклинаний. Нет, они уважали меня за мою мудрость. Ну, должен признать, в этих одеяниях ты правда выглядишь очень мудрым. Правда? Спасибо, ты такой любезный. А теперь наколдуй-ка мне какое-нибудь заклинание. Субтитры сделал DimaTorzok